завтрак в даугу в пилсе но смотрим крит вот такую красоту настя приготовила и настя красота и тут красота как красота называется это расскажи насти что-то машет авокадо он литвий бред в салман и томатус и пашот икс вау все блюда в общем все блюда порядка 10 евро или меньше специально задумано привет друзья представляете на колхозном рынке в даугу пилсе стою покупаю щавели и лисички женщина говорит а вы случайно не игорь базаджи не знаете вот базаджи привет реклама его вот я себя даже рекламирую представляете игоря крита смотрит и в дабы спасибо вам нахожусь до губился рыболовном магазине хочу себя бойлы купить на крупного карпа ну и разговорили с хозяином магазина говорит у меня друг в этом на у него на крите хозяин отеля то есть администратор я говорю какого в каком отеле крит большой он говорит какой крит большой вот был я в сибири когда-то да так мы за водкой сколько ходили 280 километров вот завод ведь 8 километров без проблем финал был какой мы пришли взяли два мешка вот мы сели на берегу с этой водкой а ноги затоптаны бляд до зопы и думал как мы будем добираться обратно а рядом сидел на берегу дедок крепкий в сидим галифе в сапогах услышал нас что мы говорим с прибалтийским акцентом и он присоединился к разговору оказался литовец он служил когда-то на полицаем был отсидел 25 лет срок там и остался вот у нас на лодке на петрицово деревне привез вот эта история вот такая вот для меня экзотика не ошибаюсь что-то типа белого налива старого и есть там и сейчас попробуем проезд туда бы концентраем али 70 центов Женщина, жена, 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 жена. Женщина, жена, 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 жена. Квартира банщика, смотрите. Я наконец увидел друга, друга, с которым мы ездили на рыбалку. Лет 20. И вместе мы с ним ремонтировали 190-й Мерседес, прямо на дороге. В середину ночи, при луне. На кладбище. На кладбище с моноспрыском. И он дожил, дожил. С Мишей такие, такие эти самые зигзаги мы делали по озерам ночью, по звездам. Выходили точно на точку. Точно выходили. Женя, Женя и Костик, привет. Привет вам. Вот видите папу? Все хорошо. Выглядит как орел. Орел. Еще в баню ходит. Вот так. Ходит. Вот так. Приехал, дается на зимнюю рыбалку скатать. Ага. Шесть лет. Шестьдесят два сезона отработал. Шестьдесят два сезона. Ты моложе. Ну да. Я шестьдесят первого года. Ну вот. Вот так неплохо живут латвийские пенсионеры. Посмотрите. Один из лучших коньяков попивают. Вот такими колбанские и огурчиками закусывают. И дынями. Я тут приехал с Крита. Сейчас еще попробую. Уверен, что вкусные дыни. А я там себя на Крите дыню не могу купить. Блин. Вот латыши. Это в Узбеки прислали нам. В Узбеки. Подарок. Миша ножичек попросил. Говорю. Миша, дай мне ножичек. Колбаску порезать. Он говорит. А у нас нету меньше ножей. Корабли ходят. Он говорит. Выхожу. Говорит. Где я хую? Знаете, елки-палки. Говорит. Ну правильно. Тебе про компас говорят. А ты посылаешь меня. Так и говоря. В общем, он там с местным рыбаком помог ему с сетками там. Поваландаться елки-палки. И тот его привез елки-палки почти. К месту. К месту нам. К нам. Елки-палки. Вторые, которые там елки зеленые, где вчера ловили, нихрена не поймали елки зеленые. Тоже поблудили немало. Да. Но тоже пришли елки-палки. Вот. Я говорю. Туман на море. Да. Это штука очень интересная. Друзья, ну я просто в банном раю. Посмотрите. А какой запах в квартире. Это, представляете, люди живут и дышат. Настоящим березовым ароматом. И дубовым. И коты, посмотрите, при этом какие тут вырастают. Да? В раю. Как у тебя жизнь? Скажи. Мяу. Смотрите, какая радость. Это Федя. Это Федя? Это Федя вырос на березовом аромате. Слушай, ну это у вас тут как просто какой-то профилакторий. Санаторий профилакторий. Санаторий профилакторий. Да, да, да. Вот ты какой красавец. Ты все понимаешь. У меня были клиенты, которые брали по 100 штук сразу. Вау. Круто. Круто. Сейчас? Сейчас по нашему здоровью. Вот вчера 17 штук срезали. Ну да, я два раза в яму упала. Татьяна два раза в яму попала. Головой об шосну штукнула. Ну а как сейчас вообще с березой найти? Проблемно? Береза не проблема. Не проблема, да? А перед этим резали я в трясину проваливаю. У Татьяны помимо веников основное хобби красивые платья для кукол. Посмотрите. А кажется, таких специалистов знают и про них даже пишут. Таких веников фирма не свяжет. Вот так вот. Это вот все про эти веники и про Мишу. Звезда? Бывшая. В таких переделках были. О-о-о-о. Так что... Не дай бог как-то. Не дай бог. А в бане, в бане он парится, представляете? Грифская баня считает, лучше ее нету. Там заходишь, там просто, там уши сразу завязываются. И там даже, представляете, парится с открытыми окнами. Потому что если закроешь, на верхний полок не поднимешься. Дышать просто нечем будет. Вот такие баня. Но ему такая баня нравится. Нравится. Молодец. Что фирма веников не вяжет. Твое мнение по этому поводу? А как фирма ваша называется, Миша? Фирма. МТ и компани. Опа. МТ и компани. Адрес сказать по секрету. Не скажем. Адрес секретный. Только через меня. И будете париться лучшими вениками. Лучшими. В мире. В мире. Можно кушать? Нет. Реклама для весны? Да. Я в родном городе Даугуф Пилсета, Латвия. И сейчас много кто живет за границей. Вот я приехал в родной город. И снял апартаменты. Что интересно. Очень удобные апартаменты. Сейчас я вам покажу. И недорого. Да, в Даугуф Пилс привожу к Ритскому солнцу. Смело рекомендую в Даугуф Пилс апартаменты. Даугуф Пилс Централ Апартмент. Хорошая цена. Центр города. Все доступно. По звонку встретили. И очень просто передали ключи. И перед отъездом попросили сообщить. И вот она неожиданная, но долгожданная встреча со своими спортсменами по скоростному подводному плаванию детской и юношеской спортивно-технической школы города Даугуф Пилса. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...